Представьте, что весь наш мир — лишь сложная программа, виртуальная матрица, управляемая сквозь необъятные просторы времени и пространства. Специалисты Google, открывшие сверхмощный квантовый чип, предполагают, что реальность, как мы ее знаем, возможно, не более чем иллюзия. Сегодня мы раскроем захватывающие тайны, которые ставят под сомнение саму суть человеческого существования. Готовы ли вы заглянуть за цифровую завесу и осознать, что все, что вам казалось реальным, может быть не более чем тщательно спланированной симуляцией? 9 декабря 2024 года компания Google выпустила квантовый чип Google Willow. По информации из анонсов, Willow разработан для улучшения стабильности и точности работы кубитов, а также для того, чтобы снизить уровень ошибок в квантовых вычислениях, которые долгое время были большой проблемой. Улучшение этого показателя критически важно для того, чтобы квантовые компьютеры стали более эффективными и могли решать задачи, которые невозможны для классических вычислителей. Willow способен меньше чем за 5 минут решить задачу, с которой суперкомпьютер справился бы за 10 септиллионов лет. Это 10 в 25 степени. Для сравнения, возраст вселенной около 13 миллиардов лет или 13 в 10 степени. Глава подразделения Google Quantum AI Hartmut Neven предположил, что производительность квантового чипа Willow указывает на существование параллельных вселенных. По его мнению, скорость чипа говорит о том, что квантовые вычисления могут включать в себя множество вселенных. Иными словами, чип использует информацию из параллельных вселенных для расчетов, таким образом достигая невероятной скорости. Эта идея вызвала бурные обсуждения в научном сообществе. Некоторые ученые с энтузиазмом восприняли эту гипотезу, видя в ней подтверждение теории мультивселенной. Другие же отнеслись к ней с осторожностью, отмечая, что пока нет никаких экспериментальных доказательств существования параллельных вселенных. Во время тестирования чипа исследователи получили результаты, превосходящие любые классические вычисления. Выполнение задачи заняло 5 минут вместо 10 септиллионов лет для самых мощных суперкомпьютеров. Основатель проекта Гартмут Невен прямо указал на связь результатов с теорией мультивселенной, предложенной физиком Дэвидом Дойчем. По словам ученого, невероятная вычислительная мощность чипа подтверждает концепцию, согласно которой квантовые вычисления происходят во многих параллельных вселенных. Этот вывод фактически поддерживает гипотезу о том, что наша реальность может быть сложной компьютерной симуляцией. Природа квантовых вычислений, основанная на суперпозиции, где каждый кубит одновременно существует в двух состояниях, бросает вызов нашим устоявшимся представлениям о реальности. Эта способность обрабатывать огромное количество данных практически в одно и то же мгновение вызывает вопрос, а не находимся ли мы сами всего лишь в суперпозиции. Это событие, помимо очевидного технологического прорыва, заставило задуматься о более глубоких аспектах нашей реальности. Почему такие возможности появляются в столь определенный момент истории, когда мир не может существовать не только без интернета, но теперь и без нейросетей? Может быть, все это часть тщательно спланированной симуляции, в которой мы живем? Что за теория мультивселенной физика Дэвида Дойча, на которую ссылается Ник Бостром? Дойч – один из создателей концепции квантовых вычислений. Концепция параллельных вселенных, предложенная Дэвидом Дойчем, тесно связана с интерпретацией квантовой механики, известной как многомировая интерпретация, основных идей параллельных вселенных по Дойчу 5. Первая идея – многомировая интерпретация, EMI. Согласно MMI, когда происходит квантовое измерение, не существует коллапса волновой функции. Вместо этого вселенная делится на несколько ветвей, каждая из которых соответствует различным возможным исходам измерения. Таким образом, все возможные результаты квантового измерения реализуются, но в разных мировых ветвях. Вторая идея – параллельные вселенные. В этой интерпретации существует бесконечное количество параллельных вселенных, каждая из которых отражает разные исходы квантовых событий. Например, если человек стоит перед выбором, в одной вселенной он может выбрать одно действие, а в другой – другое. Эти вселенные существуют параллельно, и между ними нет взаимодействия. Третья идея – Deutsch и квантовые вычисления. Deutsch в своих работах, включая физику квантовых вычислений и конструкторскую теорию реальности, развивает идеи ММИ, рассматривая их как основу для понимания квантовых вычислений. Он утверждает, что квантовые компьютеры могут эффективно использовать параллельные вселенные для выполнения вычислений, потому что в каждой ветве существует возможность обрабатывать информацию с учетом всех возможных исходов. Четвертая идея – когерентность и интерференция. Ключевым аспектом ММИ является когерентность всех возможных состояний. В квантовой механике при взаимодействии частиц или состояний может возникнуть интерференция, которая наблюдается как результат смешивания различных ветвей реальности. Deutsch утверждает, что это явление позволяет многомировой интерпретации давать более полное и согласованное объяснение квантовых эффектов, чем традиционные интерпретации. И пятое – практическое значение. Хотя многомировая интерпретация является весьма теоретической и не имеет прямых экспериментальных подтверждений, она предоставляет интересные концептуальные подходы к объяснению квантовых процессов и, возможно, может быть использована для разработки новых теорий в области квантовых вычислений. Является ли наша реальность продуктом тщательно спланированной симуляции? Эту интригующую гипотезу разработал философ Ник Бостром, утверждая, что высокоразвитые цивилизации могут создавать такие симуляции сознания, которые неотличимы от реальной жизни. В последние годы эта теория получает все больше внимания благодаря достижениям в квантовых вычислениях и, в частности, разработке квантового процессора PsychoMore, который также выпустила компания Google. Процессор был выпущен в 2019 году задолго до представления чипа Willow. PsychoMore стал известным благодаря достижению квантового превосходства, первой демонстрации того, что квантовый компьютер может решить задачу, недоступную для классических суперкомпьютеров. PsychoMore использует 54 кубита для решения задачи случайного образца, что показало, что квантовые компьютеры могут выполнять некоторые вычисления быстрее, чем их классические аналоги. Willow был представлен позже и предназначен для других, более сложных и практичных задач в области квантовых вычислений, таких как улучшение алгоритмов для квантовых вычислений, симуляции молекулы и материалов. Willow имеет больше кубитов — 72 — и является более масштабируемым. PsychoMore был ориентирован на демонстрацию концепций квантового превосходства, а Willow разрабатывается как часть более долгосрочных усилий по созданию квантовых систем, которые смогут решать реальные научные и инженерные задачи. В целом PsychoMore был шагом к доказательству концепции квантового превосходства, тогда как Willow представляет собой более масштабируемую и потенциально более практичную платформу для будущих квантовых вычислений. Доказательство симуляции, предложенное философом Ником Бостромом, основано на трех основных тезисах. Первый — весьма вероятно, что человечество вымрет до того, как достигнет постчеловеческой фазы. Вторая — каждая постчеловеческая цивилизация с крайне малой вероятностью будет запускать значительное число симуляций своей эволюционной истории или ее вариантов. Третье — мы почти определенно живем в компьютерной симуляции. Бостром рассматривал для доказательства этого тезиса современный вектор, направленный на активное развитие цифровых технологий, искусственного интеллекта, нанотехнологий и многих других отраслей. По его мысли, человечество будет способно развить их настолько, чтобы располагать огромными вычислительными мощностями и симулировать работу многих разумных существ. В последние десятилетия наблюдается резкий рост вычислительных мощностей. Мы создаем все более сложные виртуальные миры и симуляции, начиная от видеоигр до моделирования целых экосистем или даже физических процессов. Если эта тенденция продолжится, существует вероятность, что в будущем мы сможем создать настолько реалистичные симуляции, что они будут неотличимы от реальности. С развитием виртуальных миров и метавселенных, например, игры типа The Sims или Виртуальная реальность, где создаются имитации жизни, становится понятным, что такие системы могут достичь уровня сложности, близкого к реальности. Если мы можем создать такие миры, то вполне возможно, что некая высокоразвитая цивилизация могла бы создать симуляцию, которая будет отличаться от настоящей вселенной только тем, что она запрограммирована. В физике существует гипотеза, что пространство-время может быть дискретным на очень малых масштабах – планковская длина. Это означает, что вселенная может быть составлена из маленьких единиц, как изображение, состоящее из пикселей. Если это так, возможно, наш мир представляет собой нечто вроде виртуальной реальности, где пространство и время имеют минимальные единицы, подобно тому, как в компьютерной графике изображение состоит из пикселей. В квантовой механике существует эффект, при котором состояние частицы зависит от того, наблюдаем ли мы ее или нет. Это похоже на то, как в компьютерных играх объекты в виртуальной среде обрабатываются только тогда, когда на них направлен взгляд игрока. Этот феномен можно интерпретировать как возможный сбой симуляции, где процесс наблюдения влияет на реальность. Вселенная поддается математическому описанию, что вызывает интересные аналогии с программированием. Например, многие физические теории, такие как теория относительности и квантовая механика, могут быть выражены через математические формулы, что напоминает структуру программного кода. Считается, что если наша вселенная — это симуляция, то она должна быть записана в виде математического кода. Примеров сбоев и в системе, как предполагаемых доказательств того, что мы живем в симуляции, довольно много. Первый пример — эффект Мандела. Суть эффекта заключается в том, что большое количество людей уверены в том, что помнят что-то по-другому, чем это действительно было. Например, люди помнят логотип бренда KitKat с Дефисом как KitKat. Хотя официально логотип всегда был написан без Дефиса. Несколько людей могут быть уверены, что на известной картине изображен какой-то объект. Например, на картине Мона Лиза есть улыбка или выражение лица, которого в реальности нет. Или помнят определенные исторические факты по-другому. Подобные аномалии могут интерпретироваться как изменения в базе данных, симуляции, когда исходные данные были случайно изменены или перепрограммированы. Множество паранормальных явлений, таких как привидения, НЛО и другие сверхъестественные явления, можно рассматривать как сбои в программном коде симуляции. Например, некоторые утверждают, что видели призраков или сущностей, которых невозможно объяснить с точки зрения современной науки, и такие явления иногда интерпретируются как ошибки или неожиданные сбои в работе симуляции. Наблюдения НЛО, которые люди интерпретируют как необъяснимые события, тоже можно воспринимать как элементы, которые не укладываются в существующую реальность и могут быть сбоями в симуляции. Еще один тип сбоев – это визуальные аномалии, которые трудно объяснить обычными физическими законами. Например, вы смотрите на объект, и он вдруг начинает исчезать или изменяться, когда вы на него не смотрите. Некоторые утверждают, что в их жизни происходят ситуации, когда объекты или световые эффекты ведут себя странно. Например, когда небо или окружающие предметы вдруг становятся необычно яркими, как если бы это было частью какого-то теста или программы. Суть теории струн в том, что элементарные неделимые частицы, из которых состоят все предметы и вещества, это не точки, а струны, вибрирующие по определенным шаблонам. В процессе этой вибрации они, в отличие от музыкальных струн, не издают звук, а вырабатывают новые частицы. Теория струн предсказывает, что структура пространства и времени может быть разнообразной и зависеть от того, как свернуты дополнительные измерения. Это означает, что могут существовать вселенные с различными законами физики, где константы, такие как гравитационная, постоянная, масса частиц и другие параметры могут значительно отличаться от тех, что мы наблюдаем в нашей вселенной. Эти вселенные могут составлять мультивселенную, каждую с собственными уникальными свойствами. Таким образом, связь между теорией струн и мультивселенной заключается в том, что теория струн открывает математическую возможность существования множества вселенных с различными физическими свойствами, каждая из которых может быть результатом разных решений для того, как устроены дополнительные измерения пространства. В современном мире, где к границам науки и философии ведет каждый квантовый скачок, вопрос о том, живем ли мы в симуляции, становится не просто научной гипотезой, а вызовом самому человечеству. Квантовые чипы и процессоры открывают перед нами завесу, показывая, что грани между реальностью и виртуальностью могут быть иллюзорны. Наши действия, свобода выбора и само понимание бытия ставятся под пристальный вопрос. Возможно, мы лишь на пороге величайшего открытия нашего времени. Кто создал наше существование? И что ждет нас дальше? А для вас у меня есть интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии. Мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота. Ссылка в описании. На сегодня это все. Спасибо за просмотр.